Добрый день! Этим роликом мы начинаем целую серию роликов о том, как правильно использовать продукцию компании Ликвимон. Сегодня мы будем говорить о том, как восстановить старые изношенные пластиковые фары, которые уже не дают нормального света. Вот эти фары отработали в московских условиях 6 лет. Ну и вместо того, чтобы честно отнести их на помойку, мы их восстановили. Как видите, стекло фары совершенно затерто, потрескалось и фактически фара не дает уже нормального бучка света. Что для этого нам понадобится? Нам понадобится полироль, нам понадобится обезжиривающий состав и нам понадобится двухкомпонентный лак для придания внешнего вида, защита от ультрафиолета и он позволяет восстановить фары до состояния практически новой детали. Дополнительно нам понадобится набор шкурок, покупается в любом хозяйственном магазине, начиная от номера 1000, 1500, 2000 и 2500 и полировальная насадка. Но самое главное, для успеха работы нужна волшебная кепка Ликвимоля и защитить себя любимого от грязи. Начнем с зашкуривания фар. Последовательно используем несколько шкурок, сначала грубую, потом более тонкую. Для удобства можно воспользоваться дрелью, можно пользоваться и полностью руками. Насаживаем насадочку и начинаем шлифовать. Теперь фара предварительно отшлифована самой грубой шкуркой, нужно обязательно удалить остатки пыли. Для этого берем универсальный очиститель, тряпку и протираем фару. Итак, шлифовка фары закончена. Теперь осталась самая ответственная финишная операция, это ее полировка. Для полировки используем вкратце рстоп-компания Ликвимоля, насадку. Можно работать вручную, но дрель все-таки предпочтительнее, поэтому будем работать дрелью. Некоторое количество полироля наносится на полировальную насадку. Дальше берем фару и просто начинаем потихонечку ее полировать на небольших оборотах, тем более полу-полировку. Итак, мы сделали обычную полировку, то есть то, что предлагает большинство компаний. Теперь мы обезжирим фару. И будем наносить наш фирменный защитный состав, который даст дополнительную прозрачность и защиту. Сейчас достаточно ответственная процедура нанесения праймера, то есть грунта по плотности. Для этого пара заклеена скотчем, для того, чтобы не было нанесения на телес, так что это не нужно. Значит, прежде всего, проверка баллончика. Баллончик нормально раскуляет, ну и начинаем работать. Как видите, фар после нанесения праймера приобретать матовый оттенок, это абсолютно нормальная явля. И это мы будем сушить в течение 30 минут. Итак, закончилась сушка праймера. И мы приступаем к другой ответственной операции нанесения, собственно, двухкомпонентного лака. Берем баллончик с лаком, в нем два компонента. Один компонент отделен от другого, для этого нужно, для того, чтобы соединить два компонента, нужно активировать их. Поэтому извлекаем дополнительную пробочку, надеваем ее на второй клапан, Сильно продавливаем, и после этого, взболтав, начинаем наносить состав. Итак, наша работа завершена. Осталось подождать 18 часов, пока высохнет лак. Мы работали на снятой фаре, но то же самое можно сделать на автомобиле непосредственно. Главное закрыть все части, которые не подлежат нанесению лака. Спасибо за внимание.